Уютная гостиница вдохновения, банный комплекс и отдых на природе. Село Селинское. Сроки по газификации Спаззаука и Головкова под угрозой срыва. По губернаторской программе долгожданный голубой огонек в эти населенные пункты должен добежать уже этой осенью. Однако, московский подрядчик ищет не способы, а причины, чтобы затянуть со строительством газопровода. Подробности у Елены Плюсниной. Дровами мы растапливаем, потом кладем брикет. Брикет потопится. Это не в сильные морозы, а когда в сильные морозы, мы топим углем. Вместе с оленями и компотами на зиму супруги Плесуновы запасают печное топливо. Три тонны брикетов, две тонны угля, 15 кубов дров. Ни много ни мало, почти 50 тысяч рублей, чтобы перезимовать в тепле. Для меня, я пенсионерка, мы вдвоем с мужем, это большие деньги. Поэтому хотим, чтобы был газ. Газовый вопрос спас заулки Головкова. Стали пробивать еще в начале 2000-х. Жители собирали подписи, обращались в разные инстанции. Но действовать решительно начали пять лет назад. Скинулись и самостоятельно заказали проект. Его реализация стала возможной благодаря губернаторской программе газификации. По инициативе муниципалитета, поселок и деревню в эту программу включили. Проект делали самостоятельно жители, оплачивали. Три года пролонгировали его, то есть продлевали, нам все обещали. Сейчас уже 16-й год, а газа до сих пор нет. Мы хотим просто у руководителей спросить, когда это будет. Мы не ругаемся. В этом году обещали закончить, к декабрю 16-го года. Но еще мы не видим труб. Конкурс на проведение газопровода выиграла московская фирма «Газстроймонтаж». Еще в апреле приступила к работам, но сейчас стало понятно. В назначенные сроки «Газстроймонтаж» не укладывается. Якобы по вине самих жителей. Дело в том, что несколько собственников просто не разрешают прокладывать газопровод по своим участкам. Начали работать, и нам работу остановили жители, которые сказали, нам газ не нужен. По участкам не пустят. Да и не верьте, не дают. Ну, вообще, газа сведут, что не едят. Один там дом собирается строить, у другого картошка растет, у третьего теплица стоит. Все, что я должен сделать? В дело вынужден был вмешаться муниципалитет. Все вопросы с собственниками и другой разрешительной документации глава района взяла под свой контроль. Подрядчику остается лишь вовремя и добросовестно выполнить работу. До декабря месяца вы делаете по СПАЗАУ, правильно? У нас, скажем, вот здесь вопрос не решен. Нет, мы прошли, сейчас решили. Но не все решили. Что здесь не решено? Вопрос не решен по корректировке проекта. То есть, опять же, если это мы будем делать, мне нужно с Мособлгазом сейчас поговорить. Мособлгаз, что? Они здесь, но это руководство должно. Не вопрос. Давайте таким образом, что если у вас вдруг что-то не получается с Мособлгазом, я убедительный. Мы ничего не затягиваем. Мы стараемся решить все. Но вдруг Мособлгаз будет затягиваться? У нас пока проектировщиков проблемы. В любом случае, мне бы не хотелось, чтобы ваши обещания ушли на следующий год в декабре. Поэтому я вас и спрашиваю. То есть, вы гарантируете, что несмотря на то, что здесь какие-то вопросы ретанки, что здесь вы построите? По Головкову у вас остается вопрос только с дорогой. И если мы его решаем, вы его тоже в этом году сделаете? Постараемся. На следующей неделе подрядчик должен вновь приступить к монтажу газопровода. А жители имеют право обратиться в суд за денежным возмещением просроченных работ. Елена Плеснина, Александр Сидей, Юлия Левицкая. Новости дня.